Ну, и чтобы не быть голословным, давайте проверим все в компиляции. В примере, который мы только что рассматривали, было несколько многоточий, я постарался их заполнить. В результате получился следующий файл. В файле определены классы Person, Teacher и Professor. В классе Person есть конструктор. От двух параметров имени возраста есть виртуальный деструктор, есть виртуальный метод Name, возвращающий имя, есть виртуальный метод Occupation, который является чистым виртуальным. Есть два поля, которые хранят имя и возраст. У производного класса Teacher есть также конструктор. Внутри конструктора мы вызовем виртуальный метод Name. В примере с прошлого сайта там было не очень аккуратно, там имя формального параметра в конструкторе Teacher совпадало с именем метода, поэтому это привело бы к ошибке импиляции. Но здесь я поправил на NM, чтобы не перекрывалось. Соответственно, внутри конструктора Teacher мы вызываем метод Name, и в начале списка инициализации мы вызываем конструктор базового класса. Таким образом, передаем параметры в конструктор базового класса, и также инициализируем свое собственное поле курс, которое хранит имя курса. У класса Teacher в конструкторе уже три параметра — это имя, возраст и название курса, которые ведет. Класс Teacher переопределяет метод Occupation, в данном случае возвращается строка Teacher, и определяет свой собственный метод, виртуальный метод курс, который возвращает название курса, который ведет на данный преподаватель. В унаследованном от него классе Профессор у нас также есть конструктор уже четырех параметров — имени, возраста, курса и название диссертации. В начале списка инициализации мы вызываем конструктор базового класса, в данном случае конструктор Teacher, передаем туда имя, возраст и название курса, и инициализируем собственное поле Thesis. У класса Профессор есть собственный виртуальный метод Thesis, который возвращает название диссертации. Он переопределяет метод Name таким образом, чтобы имя возвращалось с приставкой Prof, и переопределяет метод Occupation так, чтобы возвращалось слово Профессор. Ну и есть поле Thesis, которое хранит название диссертации. Ну и мы хотим проверить, действительно ли метод Name поведет себя невиртуально, так как он вызывается в конструкторе промежуточного класса. При создании переменной типа Профессор этот метод будет вызван, соответственно, стандартный вывод будет выведено. Ну, в одном случае, либо просто имя Thesis, в другом случае уважительный профессор Thesis. Ну, давайте попробуем это скомпилировать при помощи G++. Всякий случай, сохраню. Скомпилируем и запустим. Ну, как видите, вывелось просто в Thesis. Таким образом, действительно получается, что метод Name в конструкторе повел себя как невиртуально. Ну, видимо, я вам не соврал. Теперь давайте посмотрим, что еще позволит нам об этом коде узнать компилятор G++. Компилятор G++ можно запустить специальной опцией, она называется Dump Class Hierarchy. То есть мы попросим G++ вывести нам иерархию классов. Давайте пытаемся компилировать с таким параметром. В результате мы получим такой файл с решением класса, но это не джавовский класс. Давайте мы откроем это при помощи, например, Xcode. Внутри этого файла находится информация о классах, определенных внутри PersonCPP и информация о их таблицах виртуальных методов. Тут в том числе информация обо всех встроенных типах, в типах стандартной библиотеки. Поэтому пролистаем в самый низ, чтобы посмотреть ту часть, которая нас интересует. А нас интересует часть про те классы, которые мы определили. Здесь можно посмотреть информацию о тех классах, которые мы определяли. Например, таблица виртуальных методов для класса Person. Можно посмотреть, что в таблице виртуальных методов для класса Person есть запись, которая хранит адрес метода name, определенного в классе Person. Есть ячейка, в которой хранится заглушка для метода occupation. Метод occupation является чистым виртуальным, поэтому я на лекции рассказывал, что там надо писать 0. Но в действительности на практике записывают не 0, а адрес специальной функции обработчика, который вызывается в том случае, если каким-то образом мы пытались вызвать чистый виртуальный метод. Здесь есть запись для деструктора и даже две эти записи. Но это технически удобно. Это два разных деструктора, один вызывается в том случае, если мы удаляем объект при помощи delete, другой, если удаляем объект в цепочке деструкторов. Ну, неважно. Главное, что здесь действительно есть запись для деструктора. Аналогично есть таблица виртуальных методов для производного класса teacher. Также есть два деструктора, есть метод name. И, как видите, так как внутри класса teacher мы не переопределяем метод name, то здесь в таблице виртуальных методов указан метод из класса person. Также есть реализация метода occupation, который уже есть в классе teacher. И, собственно, новый виртуальный метод, который объявлен в классе teacher, метод course. Ну и последний класс, который мы определяли, это класс professor. В таблице виртуальных методов для класса professor также есть эти два деструктора. Есть метод name, причем метод name уже переопределенный в классе professor. Есть метод occupation, который также переопределен в классе professor. Есть метод курс, унаследованный из класса teacher. И есть метод thesis, который уже определен только в классе professor, поэтому здесь и собственная реализация находится. Вот. Таким образом, можно про каждый класс посмотреть, какая у него таблица виртуальных методов, посмотреть, какие методы записаны в этой таблице. и даже как-нибудь, наверное, эту информацию использовать. Б quantal. В삼. Врохон отраста.